Территория современного Синьцзянь-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая долгое время была одним из главных перекрёстков между Восточной и Западной Евразией. Шёлковый путь, расположенный в самом сердце Синьцзяна, документирует интенсивность этих связей, по крайней мере со времён династии Хань. Известными примерами являются находки в этом регионе тахарских буддийских рукописей и более древних, хорошо сохранившихся таримских мумий, часть из которых была похожа на европейцев. Даже в древнекитайских хрониках были упоминания о голубоглазых блондинах, которые в древности жили в пустынях Центральной Азии. Тахарские языки известны из рукописей от 500 до 800 годов нашей эры, найденных к югу от Тяньшаня, в северной, центральной и восточной частях Таримского бассейна. Связь между этими языками обычно объясняется расхождением от общего предка, прото-тахарского, который должен был предшествовать им более чем на тысячелетие, вероятно, начиная с середины первого тысячелетия до нашей эры. Изначально тахары не имели собственной письменности, вплоть до первого-второго веков нашей эры, когда повзаимствовали её у индийцев. Сначала они использовали письмо к Хароштхе и только к V веку нашей эры перешли на письмо Брахме, которое адаптировали под свою фонетику. Но кем были носители тахарских языков? Археологи выдвинули две конкурирующие гипотезы, чтобы объяснить появление первых земледельцев в регионе около 2000 года до нашей эры. Гипотезу Бактрийского оазиса и степную гипотезу Гипотеза Бактрийского оазиса предполагает, что сельское хозяйство на основе оазиса могло распространиться из региона Бактрийско-Маргианского археологического комплекса с вторжением кочевых групп в Таримский бассейн, особенно из Андроновской культурно-исторической общности в начале второго тысячелетия до нашей эры. А степная гипотеза наоборот утверждает, что первые мигранты в Синьцзяне были частью населения степи, вероятно, наиболее связанного с афанасьевской культурой Алтая, к северу от Синьцзяна. В регионе был проведен ряд краниометрических исследований, указывающих на степень смешения между западными и восточными евразийцами. А генетические данные, особенно по митохондриальной ДНК, позволяют предположить, что популяции в Синьцзяне были генетически смешаны между восточными и западными евразийцами, начиная, по крайней мере, с раннего бронзового века. Это было также подтверждено в исследовании 2017 года аутосомной ДНК, предполагая, что современные уйгуры в Синьцзяне генетически происходят из различных географических групп, а именно европейцев 25-37%, южноазиатов 12-20%, сибиряков 15-17% и восточноазиатов 29-47%. Генетически уйгуры показывают разделение на юго-западных и северо-восточных благодаря естественному барьеру, а именно горной системе Тяньшань. Отцовская линия, обогащённая древними степными популяциями, представлена гоплогруппой R1b, но в настоящее время гоплогруппы R1a и R1b стали характерными линиями для популяции Синьцзяна. Предыдущие исследования были основаны на нескольких современных популяциях и ограниченных частях Y-хромосомы, которые не подвержены рекомбинации, а также в митохондриальных областях с низким разрешением, чего недостаточно для проверки гипотез. Поэтому сложная история примесей между народами Восточной и Западной Евразии оставалась неясной. Чтобы заполнить пробелы и исследовать временную генетическую динамику, учёные проанализировали первые геномы от десяти человек из северо-восточного Синьцзяна, которые были найдены на участке ранних полуоседлых скотоводческих общин Железного века Шерензигоу или Дунхайгоу, датированных в 2200 лет. На этом участке северного склона восточной части Тяньшаня были обнаружены многочисленные культурные черты из соседних регионов, таких как Янбулак, южного склона гор, пазырыкской культуры Алтая, а также были обнаружены бусы, импортированные из центральных районов Китая. Образцы были секвенированы с низкими оценками загрязнения ДНК. Пять из них были датированы в интервале от 200 до 100 года до н.э. Ни у кого из проанализированных людей не было обнаружено близкого родства. Археологический контекст участка Шерензигоу Участок Шерензигоу или Дунхайгоу расположен в восточной части Тяньшаня в Синьцзяне на северо-западе Китая, на высоте 2200 метров над уровнем моря. Впервые был раскопан в 2005-2007 годах, а затем и в 2009. Кладбище раннего железного века Шерензигоу датируется около 200 года до н.э. Оно расположено на платформе безлесной части гор Тяньшаня. Участок был покрыт снегом и льдом в течение большей части года, за исключением летних месяцев, и не подходил для постоянного проживания. Скорее всего, это место было крупным сезонным поселением, которое использовалось скотоводами. Раскопки дали большое количество костей лошадей, коз и быков, указав на более кочевой образ жизни людей. Начиная с позднего бронзового века, гончарные ритуальные обряды Баркёльской степи в восточном горном районе Тяньшаня демонстрировали характеристики, которые были более типичными для оазисного земледелия в Янбулаке бассейна Хаме. Участок Шерензигоу также напоминает и позырыкскую культуру раннего железного века Алтая, ведь среди позырыкцев тоже были популярны жертвоприношения лошадей и мотивы животных в искусстве. Золотые таблички с изображением тигра и баранов также были обнаружены в Шерензигоу. А бронзовый котёл, найденный в жилище, может указывать на дополнительные влияния ханьцев. В целом, текущие археологические свидетельства указывают на то, что люди в Шерензигоу имели тесную связь с населением Алтая и ханьцами. В новом исследовании сообщается о десяти образцах с участка Шерензигоу. Девять человек были из захоронений, а один из жилища. Пять образцов были непосредственно датированы в пределах 200 года до н.э., а остальные пять, по мнению исследователей, жили в тот же период. И эти выводы основаны на ряде фактов. Во-первых, люди были похоронены по одному и тому же ритуальному обряду, в прямоугольных ямах под курганами, в деревянных и каменных гробах с жертвенными животными. Во-вторых, все десять человек извлечены из одного слоя, а могилы были распределены по линии от склона вниз, что указывает на их близкие неродственные связи. И в-третьих, другие люди Шерензигоу, которые не вошли в это исследование, были датированы тем же периодом. Помимо этого, ряд других материалов, таких как кости животных, древесные останки, а также зёрна ячменя, были непосредственно датированы в пределах 200 года до н.э. В этот период регион был подчинён хунну и шли хунно-китайские войны, а часть его обитателей мигрировала в Среднюю Азию. В то время, в Таримском бассейне или в северных оазисах восточного Туркестана обитали разные народы. Помимо тахара в Турфане и Куче, были и индоиранские и сакские народы вокруг Кашгара и Хатана. Результаты Гаплогруппа митохондриальная ДНК Доминирующие линии митохондриальной ДНК у людей Шерензигоу обычно встречаются в современных и древних западноевразийских популяциях, такие как У4, У5 и H. Но также у них были и гаплогруппы специфичные для восточноевразийских популяций, как A, D4 и G3, которые предварительно указывают на смешанное восточное и западное происхождение. Гаплогруппы Y-хромосомы Двое мужчин из захоронения несли гаплогруппы Y-хромосомы R1B1A1A2, которая преобладает в популяциях древнеямной культурно-исторической общности и у представителей афанасьевской культуры, в отличие от степных групп среднего и позднего бронзового века из андроновской, срубной и синташтинской культур, где часто встречается R1A. А также у двух представителей захоронения Шерензигоу была восточноевразийская гаплогруппа Q1A. Здесь стоит отметить, что у более древних таримских мумий была распространена гаплогруппа R1A, как сообщалось в 2010 и в 2012 годах. Генетический состав людей Железного века в Шерензигоу Сначала исследователи провели анализ главных компонент, объединив данные из новой и предыдущих работ, спроецировав их на современные популяции. Анализ показывает четкое разделение между восточными и западными евразийцами. Образцы Шерензигоу на клине с востока на запад относительно разбросаны по двум основным кластерам, один из которых ближе к современным уйгурам и казахам, а другой ближе к недавно опубликованным древним сакам и гунам из Тяньшаня в Казахстане. Образцы также показывают аналогичный смешанный генетический профиль восток-запад с современными популяциями из Центральной Азии и северо-западного Китая, как к примеру уйгурский, киргизский и узбекский. Затем исследователи провели анализ примесей на основе моделей, чтобы получить подробный обзор состава предков. Интересно, что в образцах Шерензигоу отсутствует компонент, который распространен у анатолийских и европейских земледельцев по сравнению с вышеуказанными современными группами. Восточноевразийский компонент Шерензигоу больше связан с северными азиатами, такими как дауры и нанайцы, чем с южными азиатами, поскольку у них нет компонента, который распространен у южных азиатов . Анализ оценки пропорций примесей в образцах Шерензигоу с использованием различных пар исходных популяций показал, что происхождение, связанное с ямной культурой Самарского Поволжья или Афанасьевской культурой, колеблется от 20 до 80% у разных людей из-за хоронения в Шерензигоу, что согласуется с рассеянным распределением по клину восток-запад на графике главных компонент. А также различные методы показали, что представители Шерензигоу были ближе к современным тунгусоязычным и монголоязычным популяциям Северной Азии, чем к популяциям в Центральном и Южном Китае, предполагая, что население северных районов внесло больший вклад в людей из Шерензигоу. А чтобы сделать выводы об источнике со стороны Восточной Евразии, авторы исследования смоделировали описываемых людей как трехстороннюю смесь людей из ямной культуры Самарского Поволжья, ульчей или нанайцев и ханьцев. Результат показал, что родословное ульчей, нанайцев и ханьцев, имело сложное и неравномерное распределение в образцах. Большинство представителей Шерензигоу получили большую часть своего восточноевразийского происхождения от племен, связанных с ульчами и нанайцами, а двое от представителей ханьцев. Однако когда и сколько раз восточное и западное евразийское население встречалось и смешивалось в Синьцзяне? Геномные исследования оценили время примеси у современных уйгуров из Синьцзяна в пределах от 150 до 20 поколений или от 4200 до 560 лет назад с предполагаемым интервалом смены поколений в 28 лет, но из-за сложной популяционной истории эти даты могут быть только приблизительными. Выводы В данной работе исследователи сообщили о геномных данных десяти образцов Железного века с участка Шерензигоу в восточной части гор Тяньшаня. Они указывают на то, что проанализированные люди в Синьцзяне представляют собой смесь восточных и западных евразийцев, которая произошла по крайней мере 2000 лет назад. А различное количество компонента, связанного с ямной культурой, может быть объяснено недавним смешением между группами, которые родственны представителям ямной культуры и людям с восточно-азиатским происхождением. Также это может указывать на то, что регион был коридором и местом встречи для восточного и западного населения или на неоднородное население с различными предками, которые заселили регион Синьцзяня в Железном веке. Но не исключено, что генетические различия уже существовали в западных исходных популяциях ещё до того, как они вошли в восточную часть Тяньшаня. Ведь геномный состав кочевых популяций, таких как скифы, гуны и саки, в тот период также был неоднородным. Разнообразные культурные элементы, наблюдаемые в одном и том же месте, как уже было сказано ранее, свидетельствуют о том, что разные популяции прибывали в Синьцзян и смешивались друг с другом, чтобы сформировать генетическую структуру людей Шерензигоу. Это хорошо подтверждается предковыми линиями, определенными в этом исследовании. Основываясь на анализах примесей, исследователи сделали вывод, что западноевразийское происхождение у людей Шерензигоу, скорее всего, было связано с ямной культурой, без существенного потока генов, связанных с евразийскими земледельцами, который имел место в более поздних популяциях степи среднего и позднего бронзового века. Здесь стоит отметить, что происхождение, связанное с ямной или афанасьевской культурой, не означает, что это были непосредственно их представители. Генетическая связь могла попасть в регион и через другие культуры, как к примеру, через чимурчекскую культуру монгольского Алтая и Джунгарии, которую некоторые ученые связывают с Европой 4-3 тысячелетия до н.э. Степное происхождение, связанное с ямной культурой, было описано как смесь восточных и кавказских охотников-собирателей из причерноморско-каспийской степи, датируемая 3300-2600 годами до н.э. Представители этой популяции в итоге распространились как на Запад, внося значительный вклад в современных европейцев наряду с распространением некоторых индоевропейских языков, так и на Алтай, в виде людей, связанных с афанасьевской культурой. А в последующие тысячелетия Алтайский край характеризовался Андроновской культурой Бронзового века, представители которой были генетически тесно связаны с людьми синташтинской и срубной культур позднего Бронзового века, со значительными свидетельствами родословной, связанной с европейскими земледельцами, которая не обнаружена у представителей Шерензигоу. Выводы исследователи предполагают, что родство, связанное с ямной или афанасьевской культурой, расширилось ещё дальше на юг через Джунгарские ворота до северного склона гор Тяньшань в Синьцзяне, по крайней мере, со второго тысячелетия до нашей эры. И таким образом выводы поддерживают степную гипотезу для населения Синьцзяна. В итоге, анализ может дать прямые доказательства степного распространения индоевропейских языков на Востоке, в частности появление тахарской ветви индоевропейской семьи языков в Таримском бассейне. Но при этом авторы работы отмечают, что нужно ещё больше образцов из разных мест в Синьцзяне, чтобы пролить свет на генетическую историю Таримского бассейна и всего региона. Но помимо этого, остаётся ещё много вопросов, как к анализу таримских мумий, особенно к их датировке и принадлежности, так и ко времени примесей. Синьцзяна. Синьцзяна.